Всем привет, с вами Сева Приходько и сегодня хочу с вами поговорить про магазин приложений AppGallery. Тема может быть полезна тем, кто хочет, например, приобрести себе смартфон, но наслышан о том, что смартфоны Huawei лишены угол сервисов и непонятно, а можно ли жить без них в 2020-м, можно ли считать AppGallery полноценной альтернативой и какие приложения там вообще есть. В общем, обо всем детальнее смотрите в этом обзоре. Начнем с главного. AppGallery это официальная платформа распространения приложений для устройств Huawei. На ней пользователи могут искать, загружать, отправлять приложения и управлять ими. И AppGallery уже предустановлен на всех смартфонах компании. К слову, показывать сегодня я все буду на модели Huawei P40. И, кстати, я ранее делал обзор на Huawei P40 Pro, пострелить его можно вот здесь и в описании оставлю видео. То есть я успел походить со смартфонами больше месяца, потому, можно так сказать, поделюсь своим опытом эксплуатации. Для начала, как и на любой платформе, необходимо зарегистрироваться. К слову, данная учетная запись нужна не только для доступа в магазин, но и для синхронизации контактов и прочих данных. Далее, сразу после первого запуска приложения, вам будет предложено установить такие наиболее популярные приложения. Сюда входит TikTok, Telegram, Viber, ну и прочее. Естественно, это далеко не все приложения, потому предлагаю перейти непосредственно к магазину. Сразу скажу, что тут все интуитивно, просто и удобно. На главном экране собраны рекомендуемые приложения. Есть различные подборки, в которых можно найти что-то интересное. И, конечно же, есть поиск, в котором можно найти все необходимое. Есть как бесплатные программы, так и платные, что логично. Стоимость приложения по стандарту и, опять-таки, интуитивно, понятно сразу, указывается на кнопке установки. И можно расплатиться, или привязав банковскую карту, или монетами Huawei. Последние, кстати, выдаются за всяческие активности в экосистеме. На отдельной вкладке можно посмотреть различные подборки. Они здесь собраны по категориям. Игры, автомобили, бизнес, или, например, путешествия, развлечения, финансы. В общем, много всего. Также есть рейтинг приложений, например, есть Viber, TikTok, Telegram. В общем, все самые-самые популярные приложения, либо самые популярные игры вы можете загрузить здесь. Новая почта, например, есть OLX. Ну, все, что необходимо. И все самые популярные приложения, которые есть в принципе. Ну, и, конечно же, есть настройки. Там можно управлять всеми установленными приложениями, следить за обновлениями, удалять или детально настраивать права доступа для каждой программы в отдельности. Мне это показалось максимально удобным, так как не нужно каждый раз лезть куда-то там в какие-то системные настройки, что-то там искать. В общем, все под рукой. Внутри, как вы могли заметить, уже есть самые популярные приложения, которые мы с вами рассматривали. И что важно, что даже если какого-то приложения нет в AppGallery, его всегда можно скачать в интернете. Вы просто загружаете АПК-файл и устанавливаете программу вручную. Конечно, мы не говорим про приложения Google, но, тем не менее, всегда можно найти альтернативу. Например, вместо Gmail вы можете использовать E-mail, где также можно управлять электронной почтой и даже настроить свою учетную запись Gmail. YouTube вы, конечно, не установите, но здесь можно обойтись, например, браузером. Даже есть возможность создать специальный ярлык на главном экране, который сразу будет открывать платформу. Я сразу скажу, что, конечно, это не приложение, поначалу с непривычки может быть неудобно, но со временем перестаешь это замечать, привыкаешь и дискомфорта особо не ощущаешь. И на самом деле нет ничего критического в том, что здесь нет Google сервисов, о чем, собственно, какую главную идею я хотел бы донести. Ну, у меня, я так уже привык, и мне нормально. А пользователи Huawei, которые также пользуются YouTube через браузер, хотел бы попросить поделиться своими впечатлениями в комментариях. Только давайте по-честному. Не какие-то там гипотетические мысли пользователей, а реальный опыт тех, кто пользуется Huawei и тех, кто просматривает YouTube в браузере. Те, у кого Android, вы тоже можете попробовать это сделать и тоже поделиться своими впечатлениями в комментариях. Просто я считаю, что уже в данный момент App Gallery практически не уступает в функциональности и ассортименту другим магазинам. Количество новых приложений просто непрерывно растет, и на самом деле это логично, ведь их не нужно переписывать, как, например, для другой операционной системы, а просто лишь добавить их в каталог. Остальные же либо запускаются в браузере, типа YouTube, либо без проблем устанавливаются через АПК. И что еще так примечательно, то отсутствие сервиса в Google приводит еще и к улучшению производительности устройств и снижению расхода батареи в течение дня. Почему? Потому что, ну, это в принципе логично, телефон не подгружает эти все сервисы, они не съедают ресурс смартфона, и из-за этого происходит вот экономия заряда и производительности. И еще один момент в пользу АПГАЛЕРИ, и чего я просто не видел в других магазинах, это запуск приложений без установки. Например, вы можете запустить игры или какие-то программы, например, Uber, просто за секунду. В двух словах вы запускаете маркет, выбираете приложение, запускаете. Если подытожить, то по последним данным, АПГАЛЕРИ представлена в 170 странах, насчитывает более 700 миллионов пользователей, более 35 тысяч приложений и более полутора миллиона зарегистрированных разработчиков. Начиная еще с 2018-го, Huawei постоянно обновляет и пополняет свой магазин, и, конечно, процесс не быстрый, но условия, которые они предоставляют разработчикам и бонусы, которые насыпают пользователям, ну, очень подкупают. Ну, естественно, вы можете без проблем тут запустить даже Fortnite лайк, если вы понимаете, о чем я говорю. Лично мне очень приятно смотреть, как развивается компания и АПГАЛЕРИ, невзирая ни на что. И мне кажется, что отсутствие Google сервисов сегодня уже не столь критично. С вами был Север Приходько, если у вас остались какие-либо вопросы, или наоборот, вы бы хотели дополнить, или высказать свое мнение, то с удовольствием приглашаю вас в комментарии. Если обзор вам был полезен, буду рад вашим лайкам. А если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь, и скоро увидимся.